Ну и под занавес еще одна громкая история, которая развернулась в России. Центр ее находится на северо-западе в городе Петербурге. Там имеется невдалеке от Невы и Сенатской площади площадь Исаакиевская, а на ней расположены гостиница Астория, гостиница Англитер, здание местной исполнительной власти. Бывший Ленсовет, по-моему, а также знаменитейший Исаакиевский собор. Вот совсем недавно вышло распоряжение губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко о передаче Исаакиевского собора от государства, от городских властей Русской Православной Церкви. Причем, как сказано, в безвозмездное пользование на 49 лет. Реакция, которую вызвал этот указ, трудно назвать единодушной. То есть, кто-то, может быть, это все и поддержал. Очень многие, и опять же, как в случае с Трампом, это были активисты, восприняли указ в штыки и сказали, не отдадим родной Исаакий. Соответственно, начались пикеты, начались демонстрации, начались дебаты в законодательном собрании города Петербурга и так далее. Ну, в общем-то, история такая очень типичная для современной России. То есть, церковь у нас отличается невероятным аппетитом по части всяческой недвижимости. И Исаакия им тоже захотелось. А уж это, конечно, уж из всей недвижимости, то, пожалуй, Исаакий – самая наипервейшая недвижимость, причем в масштабе всей страны. Из благосферы, с Исаакиевской площади, с Зак Собрания Петербурга, эта история добралась до Государственной Думы Российской Федерации, где вице-спикер Государственной Думы телеведущий Петр Толстой сделал следующее заявление. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 1917 году, сегодня, работая в разных других очень уважаемых местах, на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Ну, если вы не знаете, что такое черта оседлости, я скажу, что это в царской России была вот эта самая черта оседлости, согласно которой евреи не могли селиться дальше определенных мест, то есть должны были жить в каких-то маленьких городках и не селиться в больших городах, скажем, Москве и Петербурге. Ну, потом эта черта оседлости была отменена, тем не менее выражение, что надо держать евреев в черте оседлости, то есть в узде, грубо говоря, выражение, это осталось. Ну, высказывание это, на мой взгляд, является определенно антисемитским, о чем, собственно, и было заявлено тут же очень многими, в том числе коллегами Петра Толстого на телевидении и людьми из Совета по правам человека при президенте РФ и так далее. Правда, Петр Толстой и некоторые его коллеги, естественно, сказали, что ничего антисемитского в этом нет, но на самом деле словечек типа «жид пархатый» он не употреблял, но смысл этой фразы прочитывается абсолютно четко и прямо линейно, так что, по-моему, тут даже спорить особо не о чем. Да, это антисемитская фраза, к тому же фраза, которая подчеркивает, на мой взгляд, абсолютно лживый тезис о том, что революцию в России делали евреи. Нет, не евреи делали революцию в России, хотя и евреи в том числе. Точно так же, что евреи рушили храмы. Нет, русские люди рушили храмы. И православная церковь, надо сказать, имела довольно-таки дурную репутацию у огромного количества, не скажу большинства, но у миллионов и миллионов самых простых русских людей, которые потом стали теми же самыми красноармейцами, активистами, атеистами и так далее. которые рушили храмы, жгли иконы и так далее. Никакой национальной окраски в этих процедурах не было. Но, собственно, дело тут не в истории прошедшей, а в истории настоящей. Мне интересно теперь, что у нас будет в России с антисемитизмом. Надо сказать, что до сих пор антисемитизма особого я как-то не ощущал. Ну, то есть, есть там известные патологические личности, которые повернуты на еврейской теме. Они были всегда, они всегда высказывались, но государственного антисемитизма не было. Является ли выступление Петра Толстого намеком на то, что государственный антисемитизм будет? Хороший вопрос, как говорится, ответ на который я не знаю. С одной стороны, вроде это не особо цивилизованно. Европа, Америка не одержит. А там, к тому же, в Америке теперь имеется Дональд Трамп, который известный. Юдофил, любитель Израиля, с которым у нас, кстати, тоже хорошее отношение. В общем, вроде как вот эту антисемитскую карту разыгрывать невыгодно с точки зрения, в первую очередь, внешней политики. А вот с точки зрения внутренней политики, может быть, и настало время. То есть, если старые скрепы действуют все хуже и хуже, если экономика потихоньку разваливается, если недовольство потихоньку нарастает, почему бы не прибегнуть старому, недоброму, правда, испытанному средству, что во всем виноваты евреи. Ну, то есть, если в речке нет воды, известно, кто ее выпил. А потом еще воду подменил боярышникам.